привет друзья сегодня очень такая погода у нас подсижу возле окошка так классно у меня здесь город видно дождь идет такой мелкий мелкий дождик ну приятно классно это вот уже из той серии что я говорила что все события они происходят ну вот они какие есть а наше отношение к этим событиям то есть вот сидеть вот так смотреть на дождь покушка классно хотела сегодня знаете о чем поговорить порассуждать на тему вот знаете очень часто говорят ты должна и там ты должен да никто никому ничего не должен и в жизнь ваша будет но это мое мнение жизнь ваша всегда будет очень такой напряженный не особо такой комфортный вы будете постоянно чувствовать какой-то что-то ожидать нехорошего но вот у меня так было пока я не поняла что никто мне ничего не должен в этой жизни и я не как я ничего никому не должна в этой жизни я ну во первых сейчас данный момент я уже в таком возрасте что я могу себе все позволить позволить общаться с тебе с теми людьми с которыми я хочу общаться не общаться с теми с кем я не хочу общаться делать то что я хочу не делать то чего я не хочу но было такое время когда я конечно помоложе было им есть такие знаете вот обязанности какие-то домашние обязанности ты должен вот покушать и вымыть посуду а если я не хочу сегодня мыть посуду вот я не хочу сегодня мыть но я его мою завтра да допустим но это если мы живем вместе с там допустим с родителями или там как бывает молодые нету своего там жилья пока живут вместе с родителями вот ходит там мама либо те свекровь либо теща и долбит ты должен ты должен да никому ты ничего не должен не хочешь ты мыть сегодня посуду да не мой эту посуду ну что с этой посудой будет блин елки-палки пусть она стоит эта посуда вы может ее завтра но я это поняла когда мы стали отдельно жить это вот как бы вот это я очень хорошо поняла опять же в моей жизни там появилась так появился к человек который вот не немножечко на это все открыл глаза потому что я постоянно занималась самокопанием я постоянно копалось в себе и почему это ж надо делать я не хочу значит я лентяйка значит я какая то не такая да такая я абсолютно нормальная но я не хочу сегодня мать посуду я ее не буду сегодня мыanha и вы мои завтра с нормальным настроение не хочу я сегодня убираться дома не хочу мне буду я посижу кино посмотрю я посижу повижу я займусь чем ты тем что мне нравится жизнь одна она очень быстро протекает она очень быстро бежит чему мы должны делать то что как будто бы мы должны да ничего никому не должны эта мысль которую я хочу вам которую я поняла для себя у меня после этого стало жить проще я хочу вам ее донести никто никому ничего не должен не вы никому ничего не должны не вам никто ничего не должен опять же опять же а туда с одной стороны вот единственное что вот родители родители они должны конечно там поставить на ноги детей ну это это да точно так же дети может быть когда они вырастут должны поддерживать родители и все но опять же это просто чисто человеческие отношения чисто человеческие просто человек всегда должен оставаться человеком в любой ситуации это чем мы отличаемся от животных животные живут инстинктами а мы люди и мы должны поступать по-человечески по законам людей они по законам животных поэтому уважение взаимное уважение там это да конечно ну вот говорю проще мне стало жить тогда когда я поняла вот это ты должна там например вот делать то-то ты должна вот делать то-то я не хочу это делать почему ты покрасила пол зеленый цвет мне вот тут почему я в чем проблема пол должен быть коричневым кто это сказал что он должен быть коричневым дом когда построили я окошки у нас окна были по цвет дерева рамы сделаны я очень хотела окна себе по цвет дерева но потом когда мы ставили стеклопакеты получилось что стеклопакеты по цвет дерева не дороже намного и мы поставили белые окна и вот идут мимо женщины и и рассуждают а я тут окошки лаком покрываю рамы вот эти вот черти чо у всех белые окна у них коричневые они должны быть белые кто это сказал что они должны кто вообще в жизни устанавливает правила кто знаете мы когда рождаемся нас детства очень много нас зомбирует нас зомбирует нас загоняют в рамки с детства самого я помню когда в школе училась маленькая нас нельзя было сережки носить прямо чуть ли там останавливали нас ругали нас приди что такого особенного девочка что в сережках чу страшного то тут а мы же ходили все одинаковые формы были одинаковые хотели хоть как-то выпендриться выпендриться можно было единственным способом можно было просто какой-то красивый круженой воротничок такой никакой не который ну ни у кого такого нет вот единственное что вот это можно было как-то на форму себе, чтобы выделиться. Девочка всегда хочет выделиться. Мы уже не говорим о том, чтобы губки там накрасить или там глаза подвести, об этом даже речи не шло. Чтобы какую-то цепочку там или еще что-то вести. Вот что это было? Из нас готовили толпу. Вот понимаете толпу? А почему? Потому что толпу легче управлять. Когда человек начинает задумываться о своей жизни, о том, что, а зачем? Зачем мне это говорят? А почему я это должен? Он начинает задавать вопросы. А людям невыгодно, ну правительству наверное, я не знаю кому, невыгодно, чтобы человек вопросы задавал. Поэтому из нас готовили людей толпы. Такую серую массу. Очень трудно было вылупиться так, высунуться, так сказать, с этой серой массы. Вот. Ну не знаю. Не знаю. Какие-то сегодня мои рассуждения такие. Может быть дождь на меня навеял. Вот это вот такое настроение у меня такое. Хорошее настроение. Хорошее на самом деле. Ну, вот единственная мысль, которую я хотела до вас донести сейчас, да, вот поговорить. Что? Никто никому ничего не должен. Ни вы никому ничего не должны. Ни вам никто ничего не должен. И мы должны жить, мы должны опять же, видите, сама говорю, по законам человеческим. То есть всегда поступать, как поступают люди. Ну, вот, пока все. Продолжение следует... Продолжение следует...